На прошедшем конгрессе, который не так давно завершился в декабре, пожалуй, каждый из биологических потипов может похвастаться своими выдающимися достижениями в лечении данной категории больных с тем или иным биологическим потипом. Если мы говорим о гормонопозитивном раке молочной железы, то по всем международным и отечественным стандартам, конечно же, гормонотерапия – это стандарт лечения гормонопозитивного рака молочной железы за исключением больных с висцеральным кризом. Прошло более 120 лет, как в нашем арсенале появились различные гормональные препараты, по сути, первые таргетные препараты. Здесь это, прежде всего, агонисты гонотропин, релизин гормона, антиэстрогены, соответственно, ингибиторы ароматазы стероидные и нестероидные. Но не всегда мы видим ответ на блокаду рецепторов на ядре опухолевой клетки, и это связано с активизацией ниже лежащих сигнальных путей. Известно более 120 потенциальных мишеней, но, конечно же, наибольшей активностью обладают, безусловно, циклинозависимые кеназы. И недаром в 2001 году была вручена Нобелевская премия за открытие в области регуляторов клеточного цикла. И ингибиторы циклинозависимых кеназ, такие как палбоциклип, рибоциклип и обемоциклип, они арестовывают клеточный цикл. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы два ингибитора циклинозависимых кеназ, к которым относятся палбоциклип и рибоциклип. И только рибоциклип включен в список жизненно важных лекарственных средств. Все три препарата обладают той или иной доказательной базой. И при этом палбоциклип и обемоциклип зарегистрированы в первой линии в комбинации с ингибитором ароматазы. Точнее, FDA зарегистрировала данные показатели. А во второй линии при прогрессировании в комбинации обемоциклип и палбоциклип с фулвестрантом. По сути, фулвестрант является уникальным комбинаторным партнером из той линейки гормональных препаратов, которые мы обладаем. Рибоциклип у этого препарат может похвастаться тремя клиническими исследованиями. Монолиза-2, Монолиза-3 и Монолиза-7. И здесь в первой линии рибоциклип показал свою эффективность как с нестероидным ингибитором ароматазы, литрозолом, так и в комбинации с фулвестрантом. Во второй линии при прогрессировании также рибоциклип показал свою эффективность в комбинации с фулвестрантом. Ингибиторы циклинозависимых киназ, если мы говорим об исследовании Монолиза, показана соответствующая эффективность в отношении достижения статически значимой разницы при добавлении рибоциклипа к фулвестранту. Это 12,8 месяцев против 20,5 месяцев. И, соответственно, исследование ПАЛОМА-3, где добавление палбоциклипа к гормонотерапии увеличило выживаемость без прогрессирования во всех подгруппах, включая и в первой линии, когда рецидив был менее 12 месяцев после, и в том числе и на фоне гормонотерапии, при прогрессировании более двух предшествующих линий терапии, у больных как в постменопаузе, так и при ипеременопаузе с эсцеральными метастазами и невесцеральными метастазами. Очень важно, что ингибиторы циклинозависимых киназ показали свою эффективность у пременопаузальных больных, которые наряду с гормонотерапией и, соответственно, таргетными препаратами ингибиторами циклинозависимых киназ получали агонисты гонотерапин, релизинг гормона. И была показана эффективность на основании исследования ПАЛОМА-3 при комбинации полбециклиба с фулвестрантом у молодых женщин в пременопаузе во второй линии и в исследовании МОНАРХ-2 комбинациями бециклиба с фулвестрантом во второй линии. В исследовании в первой линии также у молодых женщин в исследовании МОНАЛИЗа-7 комбинации бециклиба с фулвестрантом показали свою эффективность. Соответственно, на примере исследования ПАЛОМА-3, где добавление полбециклиба с фулвестрантом увеличило Это показатель выживаемости без прогрессирования с 5 месяцев 60-х и до практически 9,5 месяцев. Конечно же, каждый из трех заявленных ингибиторов циклинозависимых киназ обладает своей характерной токсичностью, и мы должны знать, поскольку эти препараты уже используются и будут более активно использоваться в нашей клинической рутинной практике, для палубоциклиба более характерна нейтропения, тогда как для рибоциклиба наряду с нейтропения также отмечается увеличение периода КУТЭ. Не так давно был опубликован мета-анализ FDA, соответственно, с основных перечисленных пяти исследований, и было показано, что наибольшая эффективность ингибиторов циклинозависимых киназ отмечена была в таких подгруппах, как у пациентов с прогестерон негативным, у пациентов, у которых в опухоли был прогестерон негативный статус при дольковом раке, при наличии висцеральных метастазах только в костной ткани, у пациентов с первичным метастатическим раком, и также при безрецидивном периоде более 12 месяцев. И достаточно хороший показательный алгоритм назначения эндокринотерапии, где на выбор влияют различные клинические факторы, и при достаточно благоприятном течении заболевания, при большом безрецидивном периоде, при наличии только метастазов в кости, в реальном случае пациента гормонотерапия может ограничиться только непосредственно гормональными препаратами, а при нарастании факторов риска, здесь уже, соответственно, к гормонотерапии добавляются циклинозависимые киназы, и если же у пациентов быстро нарастающая симптоматика с висцеральным кризом, где нужна немедленная помощь, то в данном случае, конечно же, в такой ситуации будет рассматриваться химиотерапия как единственная альтернатива для оккупирования жизнеугрожающих симптомов, и дальше уже может рассмотрен переход на поддерживающую гормонотерапию. Сегодня существуют данные, которые показали, что поддерживающая гормонотерапия после проведенной химиотерапии увеличивает как показатель выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости. Но, казалось бы, что же делать? Не всегда наши пациенты, даже при назначении гормонотерапии вместе с циклинозависимыми киназами, отвечают на терапию, и было отмечено, что у пациентов как трижды негативным раком молочной железы, так и эстроген позитивным раком молочной железы, метастатическим, при наличии двух и более факторов риска, под которыми подразумевают люминальный тип, эндокринно-резистентность, диссеминированный выраженный процесс с множественными висцеральными метастазами более двух органов, химиотерапия в анализе, включая неодевантную терапию, молодой возраст, исходно-пременно-паузальный статус. В таких случаях выживаемость у пациентов при наличии нескольких факторов риска значительно хуже, и она сопоставима как у больных трижды негативным раком молочной железы, так и эстроген позитивным раком. С чем же это связано? Выяснено, что мутация ПИА-3К, фосвидитол-занитол-трекиназа, встречается практически у половины пациентов эстроген позитивным раком молочной железы, в 40% случаев, и именно резистентность к ингибиторам циклин-зависимый киназ-4,6 может быть объяснена различными механизмами, включая, соответственно, амплификацию CCNE1 и, соответственно, и недостаточность, различную недостаточность того или иного участника сигнального пути. И те приклинические исследования, которые были проведены, показали эффективность ингибиторов фосвидитол-занитол-трекиназа у пациентов резистентным к терапии циклин-зависимых киназ. В настоящий момент у нас есть несколько классов препаратов из данной группы фосвидитол-занитол-трекиназа ПИА-3К. Это как панингибиторы, к которым относятся бурпарш-лисип, пиктелесип, пилоролесип. И исследования доказательные БЭЛА-2 и БЭЛА-3. И ингибиторы изофорум, в частности Альфа, ПИА-3К, это алпелесип, таселесип. И язык можно сломать при перечислине всех этих групп препаратов. Исследования доказательная база Соля-1 и Сэнди-Пипер. И, соответственно, препарат с интересным механизмом действия, который является ингибитором как ПИА-3К, так и мишени аэропомедицинно-углепопитающих МТОР. И препарат к этой группе относится, это, соответственно, гидатолесип. И вот исследование Соляр-1, в котором было показано увеличение выживаемости без прогрессирования у пациентов, являющихся носителем мутации ПИА-3К. И было отмечено увеличение выживаемости без прогрессирования с 6 месяцев до 11. То есть, по сути, это вот такая вот первая таргетная мишень, благодаря которой мы можем максимально индивидуализировать лечение ингибиторами ПИА-3К, чем не могут похвастаться ингибиторы циклин-зависимых геназ, при назначении которых мы только ориентируемся на наличие эстроген-позитивного статуса. Причем, если мы говорим о циклин-зависимых геназах, то эти препараты работают во всех подгруппах, в том числе и у пациентов благоприятным прогнозом, что было показано на мета-анализе в ДЕИ, который был не так давно опубликован. Если говорить о пациентах, которые являются носителями ПИА-3К в опухоли, соответственно, в данной ситуации мы видим достижение выживаемости без прогрессирования в различных подгруппах, и самое главное, у пациентов с мутациями, и, соответственно, даже у интенсивно привлеченных пациентов, пациентов, которые получали химиотерапию, и в том числе пациенты, которые получали в анамнезе ингибиторы циклин-зависимых геназ. И даже препарат работает при наличии висцеральных метастазов. То есть в настоящем времени мы также, как мы активно определяем, и мы должны обязательно, это уже является стандартом, не обсуждается наличие рецепторов эстрогенов прогестерона и ХЕР-2 статуса, также мы смотрим степень злокачественности и маркер пролиферации КИИ-67, также нам обязательно нужно будет определять, соответственно, наличие мутации ПИА-3К. Таким образом, если говорить об ингибиторах ПИА-3К, о алпелисибе в исследовании Соляр, то добавление данного препарата гормонотерапии фувестрантом увеличило на 5 месяцев выживаемость без прогрессирования. Встает вопрос, когда назначать наиболее оптимальные ингибиторы ПИА-3К после ингибиторов СИДИК, нам ответить, соответственно, исследование с представленным порядковым номером, или же, соответственно, эффективность данной комбинации увеличится, если мы будем комбинировать ингибиторы эмциклин-зависимых киназ. И представляется вот следующий алгоритм, который был представлен на исследовании САП в 2018 году. Первичные пациенты в качестве первой линии могут рассматриваться… Здесь уже циклин-зависимый киназ достаточно активно назначаются в комбинации с эндокринотерапией. Пациенты, которые резистентны к мистероидным ингибиторам, должны получать комбинацию фувестранта с ингибитором циклин-зависимых киназ. И здесь, опять-таки, когда будут зарегистрированы ингибиторы ПИА-3КИ, комбинация фувестранта у пациентов с мутацией ПИА-3КИ, и далее уже могут рассматриваться другие варианты, включающие эндокринотерапию в комбинации с ингибиторами МТОР. И у эндолентных, то есть вяло текущее заболевание, вот, пожалуй, та популяция пациентов, которые в первой линии могут просто получать гормонотерапию, будь то антиэстрогены или же ингибитор ароматазы. При прогрессировании в дальнейшем гормонотерапии могут добавляться циклин-зависимые киназы. И, конечно же, будущее место будет определяться новыми препаратами, о которых уже, наверное, будут, которым будут посвящены следующие лекции. Если говорить о хердопозитивном раке молочной железы, здесь же, опять-таки, достаточно много новых интересных препаратов. Это, прежде всего, малые молекулы тирозинкиназные ингибиторы, а нейротинид нам уже хорошо известен, место его определяется, и сейчас он активно исследуется и изучен в адювантном лечении. Второй препарат – это тукотениб. В фазе 1b представлен, это еще препараты из данной группы, это перотениб и позиотениб. Антитела, соответственно, с порядковым номером препарат представлен. И, конечно же, иммуноконьюгаты. Когда высоко токсичный, казалось бы, цитостатик с помощью мастера у калинкера соединен с анти-ХЕР-2 таргетным препаратом, мы благодаря адресной доставке цитостатика за счет антителозависимой цитотоксичности достигается максимальный эффект, что, в принципе, мы увидели с вами на действии препарата ТДМ. И вот препарат тукотениб – достаточно интересный препарат, и мы хорошо знаем, что больные хердопозитивным раком молочной железы обладают предрасположенностью к метастазированию в головном мозге. Так вот, тукотениб в комбинации с капицитабином и тростозумабом показал свою эффективность как у пациентов с метастазами в головном мозге, так и без. И самый главный препарат в данной триаде – тукотениб, капицитабин и тростозумаб – изучается при лептоменингиальных болезнях в достаточно агрессивном течении, когда пациенты при отсутствии адекватного лечения могут погибнуть за очень короткий срок. Также достаточно интересный препарат – тростозумаб, дирокситекан. Этот препарат, соответственно, показал свою достаточно эффективность даже в исследованиях первой фазы, и исследования активно продолжаются и зарегистрированы в базе Clinical Trial GOV. И, конечно же, поиск рациональной комбинации различных методов терапии здесь также применим и обсуждается комбинация ингибиторов HER2 с иммунотерапией, исследованием авиатор. Ждем результатов, когда комбинация венерильбина, тростозумаба, авилумаба, антиэпидиэль ингибитор и утомилумаба, такой вот мощный коктейль, в итоге должен сработать, и мы в скором будущем увидим результаты данного исследования. Соответственно, пациенты HER2-позитивны метастатическим раком молочной железы при отсутствии рецепторов эстрогенных на ядре опухолевой клетки. Здесь, соответственно, комбинация, двойная блокада тростозумаба-пертозумаба с цитостатиками. Далее вторая линия – это препарат тростозумаб-амтанзин, и после этого уже идет комбинация либо тростозумаба с комбинаторными партнерами, либо комбинация клопотениба с капицитабином, также возможность получения ТДМ, если пациенты не получали ранее, также пертозумаб, если пациенты не получали ранее данный препарат. Если мы говорим о трижды позитивном раке молочной железы, это комбинация ингибиторов ароматазы плюс-минус лопотениб или же ингибиторы ароматазы и тамоксифен плюс-минус тростозумаб. Соответственно, данные стандарты, они не изменились. Если говорить о трижды негативном раке молочной железы, Конечно же, перед нами большие перспективы, и здесь большая роль наших патологов, на которые возлагается ответственность за определение PDL-статуса. Я думаю, что Анна Сергеевна прокомментирует. И также, если это PDL-статус обнаружен, то мы большей вероятностью ожидаем ответ на чек-контингибиторы, в частности, комбинация тезолизумаба с химиотерапией. Если же PDL-экспрессии нет и есть версии статус, есть мутация, то и предполагается назначение в монорежиме партингибиторов. При наличии герминальной мутации здесь, соответственно, могут рассматриваться препараты. И также хотелось бы ответить, что если, возвращаясь к иммунотерапии, опять-таки была вручена Нобелевская премия в прошлом году, точнее, уже она вручена была в этом году, 12 января, за вручение Нобелевской премии за открытие в области иммунотерапии, когда иммунотерапия заново обучает иммунную систему организма бороться со злокачественной опухолью, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. И в настоящий момент зарегистрировано более 20 показаний ЧКОНК-ингибиторов. Мы по-прежнему не найдем здесь рака молочной железы, но это пока. И мы были свидетелями как на конференции ЭСМО, так и активно обсуждалось на конференции САПС, когда исследование, соответственно, применение отезолизомаба в комбинации с напоклитокселом, или же применение просто напоклитоксела. Мы увидели, что в комбинации пациентов с PDL-экспрессией особенно мы получили наилучшие результаты как по показателе выживаемости без прогрессирования. А самое важное, что для нас является точкой первичной и желательно самой достижимой, это увеличение общей выживаемости, когда добавление КНАП по клитокселу отезолизомаба увеличило, соответственно, двухгодичную общую выживаемость с 37% до 54%. Мы видим, как, соответственно, кривые расходятся, и результаты увеличения с 15,5 месяцев до 25 месяцев общей выживаемости, это, конечно же, медианы, это для нас совершенно для трижды негативного рака молочной железы, это своего рода победа. И вот для оберси-ассоциированного метастатического рака, если есть мутация, здесь мы, конечно, с назначением пар конгибиторов стараемся добиться синтетической летальности и ожидаем в нашем уже арсенале талазопориб и алопориб у больных герминальным метастатическим раком молочной железы. Эти препараты зарегистрированы FDA, талазопориб зарегистрированы у больных метастатическим раком молочной железы при наличии герминальных мутаций, алопориб у предварительно леченных пациентов в включении препаратов платины, и здесь опять-таки с наличием герминальной мутации. Такие препараты, как Вилипориб, Рукопориб и Непориб, также изучаются. Непориб, к сожалению, третью фазу провалил достаточно давно, когда комбинация гемицитабина, цисплатина и нейропориба не показала своей эффективности в третьей фазе, когда вторая фаза была совершенно блестящей. И если сделать уже такое заключение, то, конечно же, произошли значимые изменения, они, конечно же, произойдут и поменяют наши подходы. Это, конечно же, если мы говорим о новых горизонтах, это применение ингибиторов ПИА-3К, и здесь колоссальная роль определения мутации, фосфодитол, занитол, трикеназы, в будущем новые препараты для лечения хердопозитивного статуса, иммунная терапия, и тестирование на герминальную мутацию Берсея должно войти в рутинную клиническую практику, особенно, когда мы говорим о метастатическом раке молочной железы с наследственной предрасположенностью, особенно у молодых женщин, и на значении телозапориба, возможно, в монорежиме у данной категории больных. И с целью, конечно, глобальная цель, основная парадигма, она была и остается, улучшение продолжительности и качества жизни. И, конечно же, когда у нас есть возможность участия в клинических исследованиях, оно предпочтительно для больных раком молочной железы.